Я тут недавно разбиралась себе в шкафу, переставила, точнее в новом шкафе, всё поставила, сразложила, и теперь надо обратно доставать отсюда пряжу, потому что у меня тут родилась одна идея, о которой я говорила в дайджесте, что я хочу на свою креселку сделать ещё один пледик сменный, всё-таки реализовать, воспользоваться той идеей, которая меня посетила изначально, когда я делала первый плед, а именно сделать огромное что-то, что-то нечто, из остатков, которые у меня до сих пор достаточно много, как вы можете заметить, но связать это бабушкиным квадратом, то есть сделать огромный бабушкин квадрат. Где-то я уже видела такую идею, по-моему, даже у моей любимой Дженны Фибс. Если я найду это видео, я обязательно оставлю его внизу в описании под видео. Я хочу этот квадрат, огромный плед, если у меня получится, конечно, на протяжении 24 часов связать, и посмотреть, что вообще за 24 часа можно связать и как продвинуть проект. Если мне недостаточно будет 24 часов, я вам сообщу об этом, но уже, видимо, в конце видео. Сейчас нужно отсюда выбрать всю пряжу, которая мне понадобится. У меня есть вот такой замечательный мешочек с остатками пряжи, его мы тоже задействуем. Также у меня есть вот такое что-то, что-то вот такое, но как-то слишком ворвиглазные какие-то оттенки тут, за исключением серого. Надо распотрошить вот эту часть. Боже мой, я только это всё туда напихала. Я не стала уж больно ворвиглазные цвета брать, за исключением вот этого оттенка, потому что, ну, я очень люблю такой фуксий яркий цвет. Потому что у меня здесь вот есть вот что-то такое, вот что-то такое. Возьму все остатки, у меня даже вот такой моточек есть, он, по-моему, даже не начатый, просто он у меня рассыпался немножко. Есть вот что-то такое блестючее. Маленькие какие-то моточенькие вот такие вот, моточенькие вот, что-то типа вон такого вот. Возьму. Вот сомневаюсь пока вот по поводу вот этих оттенков, вот этого оттенка и вот каких-то вот из этих вот. Думаю, пока оранжевые. Не очень люблю оттенки. Посмотрим. Вот эта вся гамма мне нравится сильно, больше. Давайте попробуем во всяком случае, что у меня получится, мне самой интересно. Знаете, что я забыла сделать? Я забыла засечь время. Так, все. Я начала? Это не считается. Что я имею на данный момент? Прошел. Так, стиралка. Не вертит мою. Прошел час, одна минута, пятьдесят пять секунд, семьдесят две миллисекунды. Чтобы вы знали, да? Для протокола. За час я связала вот это. Блин, не хватило, представляете? На одну писюлину этой пряжи. Ну, что такое? Что такое? Ну, в общем. Вот такая вот. Ну, пледик уже все. Уже можно что-то уже как-то прикрыть, накрыть. Я что-то как-то, что-то всего час прошел. Впереди еще двадцать три. Я что-то еще хотела сказать, что я... Чуть не сбросила. Я... О! Я там. Что я хотела сказать? Я постоянно, если делаю какие-то паузы, куда-то отхожу, там поесть, понятное дело, ставлю на паузу. Потому что, мне кажется, для частоты эксперимента, ну, стоит, наверное, так и поступать. А не вот это вот. Я там вяжу на протяжении двадцати четырех часов. Полдня я спала. Вот это вот потом, бац, и накопилось у меня двадцать четыре часа. И я там связала какую-то маленькую салфеточку. Я так не хочу. Что я связала за это время? Тя-ля-ля-ля. Вот такой вот у меня квадратик получился. Я не особо сильно подбираю цвета. Тоже хотела об этом сказать. Солнышко сидит. У нас сегодня 22 градуса. Это смертоубийство какое-то. Второе апреля. Спасибо. Я не особо подбираю цвета. Но, знаете, вот хочется немножко какими-то такими небольшими секторами все-таки это дело все вязать. И у меня, в принципе, это получается. Вот видите, тут какой-то яркий сектор. Тут такой вот бледненький сектор получается. Тут снова бледненький. То есть я вот все-таки немножко не особо заморачиваюсь, но что-то там немножко так как-то беру, сочетаем. И это все за 6 часов 48 минут 49 секунд 18 миллисекунд. Господи, по-моему. Почти 7 часов. Я что решила? Я, наверное, буду к вам возвращаться каждые 6-7 часов. Иначе это видео будет длиться вечно, если я буду каждый там час-два показывать. А вот, 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 а вот. И разглагой суть на эту тему. Ну, и что, ну, и так будет как-то показательней результат виднеться. Более существенно казаться будет, сколько всего навязано. Ну, пока вот так. То есть, ну, в целом, в целом, уже в кадр не помещается. Я довольна. Продолжаю. Практически 7 часов за 3 дня это, конечно, безобразие. Безобразие надо сегодня взять 6 часов. Ну, или хотя бы 5. Потому что мне совсем не нравится данный расклад. Я, что, его 2 недели буду вязать такими темпами? Реально, перебор какой-то. Продолжение следует... Сразу извиняюсь за шумы, которые будут от дороги. Но на данный момент, на данный период времени, сейчас вечер, уже полседьмого. Это самое светлое место, которое я нашла, не используя искусственный свет, а натуральный. Представляете, полседьмого. Смотрите, как светло. Потрясающе. Я что, пришла там? 12... 12 часов позади. Представляете, половина пути пройдена. И что я имею на данный момент? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Представляете? Прикол, скажите. За счет всей этой игры цвета, оттенков, переходов, приколов, посмотрите, какая получается немножко даже цветовая иллюзия. мне очень нравится хотя изначально я с меньшим энтузиазмом выходила к вязанию и как-то не шло особо но сейчас мне очень сильно нравится потихонечку моточки заканчиваются чему я тоже бесконечно рада и счастлива и в целом уже такая немножко шаль за немножко мини пледик такая накидушечка накидушечка я вчера вообще ничего не вязала к сожалению так вышло так вышло у меня были ужасные мигрени вчера и ничего у меня не получилось но я с новыми сегодня я уже вижу несколько часов где-то около двух наверное часов вижу но знаете что я вам хочу сказать у меня такое ощущение складывается что мне не хватит на 24 часа всей пряжи которые у меня есть потому что у меня уже некоторые оттенки полностью выведены например вот этот вот сиреневенький будут фиолетовый точно потом вот этот розовый и вот этот розовый и хватит где-то наверное на 12 ряда максимум это мне кажется на один ряд может быть на полтора не знаю может быть у меня проблемы с глазомером дальше вот этот бордовый плотный я вывела остался вот этот бордовый то идентичные оттенки просто разная по составу пряжи здесь микрофибры чуть-чуть 20 процентов а здесь полный акрил что еще белый вот этот у меня был совсем вот чуть-чуть где названку показан да пуфи какая разница вот этот белый с люрексом не было совсем чуть вот этого розового осталось буквально маленькая такая вот писюлинка кусочек маленький красный цвет красный цвет я полностью вывела желтый цвет чуть-чуть совсем его осталось его даже наряд не хватит бежевого тоже нет очень много коричневого осталось а и по-моему серый на по-моему я вывела серый цвет но это не точно либо я его выведу следующем ряду запустила стиралку не обессудьте будет шум но я просто хотела показать как выглядит моё рабочее пространство последние несколько дней если это можно так назвать в общем что-то такое добрый кола освещение конечно хромает но я просто уже все я не могу не спина не выдерживает за столом вот так три погибли плечи вряжется я не могу я тут устроил себе ложа и вот так вот сижу расслаблено медитативно вышиваю вышиваю вышивает она вижу боже телефон разойдется немножко подзарядить его пришлось извиняюсь так почему остановились мы становились на 20 часах 4 минутах 8 секундах 4 миллисекундах большая часть пути пройдена остался последний рывок понимаете финальный аккорд последние четыре часа и все я перестану быть в рабстве у этого пледа супер наконец-то очень рада я так понимаю мне все равно не хватит этих четырех часов чтобы добить нужную желаемую для меня ширину я потом уже когда-нибудь когда найдут ручки я уже доделал на это видео я уже все мои полномочия как говорится все хватит перебор ну собственно показать что у меня получилось как бы так показать влезла в кадр я даже не знаю и ну понимаете очень большой очень большой этого недостаточно представляете этого недостаточно но мне нравится мне нравится некоторых рядах как вы можете заметить видите тут получается я делала такие вот переходы потому что ниточка например заканчивалась и об я заменяла на другую правда рябит от него в глазах жестко я не знаю особенно по вечерам когда вяжут мои глазенки глазулечки глазюлечки уже когда еще не вытекли за это время ну вот этот центр симпатично все приступаю к последним четырем часам вряд ли я сегодня закончу ну завтра точно так пока солнце вышло надо записать видео вам немножко до рассказать концовочку то записать то надо наконец-то двадцать четыре часа спустя а как вам такое прикол прикол я тоже так считаю в начале ролика я должна была сказать что это должно быть на кресле я покажу или вставлю вот сюда в процессе моей болтовни покажу как это выглядит на кресле либо вставлю в конце но я рада я довольна мне гораздо больше понравился процесс вязания вот этого вот безобразие чем вот этого безобразия потому что бабушки на квадрат все просто все классно вы сиди просто выбирай там какой моточек в следующем взять и все и все что самое классное у меня опять остатки все уменьшается уменьшать я уже несколько моточков закончила у меня тут осталось некоторое количество вот таких вот таком вот состоянии то есть мы прям совсем туда же на не то что один ряд наверное даже на половину не хватит я как-то их подмиксу и еще подвяжу пару рядов наверное уже не в этом видео это другом ну или просто апдейт покажу в каком-то из следующих видео потому что ну уже все ну ту мать ту мать 24 часа сидеть и заниматься только вот этим только вот этим понятное дело что они 24 часа подряд сидел но тем не менее тем не менее это слишком много на один про и проект я сочетаю вот тем более такой примитивный простой я довольна мне понравилось хорошо хорошая штучка древесико вообще вяжите такой же тоже если вам понравилось а если не понравилось равно попробуйте связать ну а что ну правда ну смотрите какая штука эффектно вообще супер я уже ей накрывалась как пледиком вообще красота и вот так тоже нужно но еще чуть подвязать конечно вот так тоже на этой ноте я такая немножко бабуля на этой ноте я хотела бы с вами попрощаться спасибо большое за просмотр я надеюсь я вас немножко может развлекла может быть вдохновила на вот такой вот что-то вот простое но одновременно долгое спасибо большое за просмотр обязательно себя берегите потому что это очень сильно важно и тратьте свои клубочки моточки моточки на тоже важно